Здравствуйте, Радумы! А кто вам не рад, тоже здравствуйте! Вот сейчас я вам в этом видео просто докажу, что никто никогда в космосе не был. А вот эта вот фантазия на тему голубая планета Земля, Радумы, это еще в каменные веки, Радумы. Люди так думали. Почему думали? А потому что они так думали. А в космосе, Радумы, никто не был. Ну, на примере, Радумы, двух небесных объектов. А объекты, Радумы, какие? Это, Радумы, луна над горизонтом, который я вам сейчас показываю, и солнце. Ну, солнце, думаю, вы увидели, закат который, закат и рассвет солнца. Они всегда над горизонтом, аж зарево, все красное. И вот на примере этих двух небесных объектов, Радумы, и будет это мое видео. Вот, Радумы, напомню вам на пять минут, ну, известные, короче, банальности, но напомню, почему закат красный. На закате солнечному свету приходится проходить большие расстояния, больше рассеются кротковолновых цветов. Какие цветы? Голубой и зеленый. Остаются только длинноволновые, красные составляющие оптического спектра, который достигает глаз наблюдателя. Вот мы видим, значит, вот закат, Радумы, солнышко над горизонтом, и оно красное, все красное зарево. Ну, это свет. А вот Радумы, вот, видите, показано, красное. А вот что, вверху, там короткое расстояние, видите, расстояние С, а здесь А, расстояние А. Видите, от Солнца до человека расстояние А, а вот здесь расстояние С. Запомните, цифры какие-то не я нарисовал. Вот, здесь короткое расстояние, поэтому... А теперь, Радумы, цвет красный. А теперь, Радумы, покажу, как мы видим. А мы видим, Радумы, элементарно свет, как мы можем видеть. Источник света падает на предмет, от предмета свет отражается, и мы, Радумы, видим все прекрасно. Вот так же, вот она. Глаз видит лучи, отраженные от предметов. А мы почему видим цветные? Вот тут написано, например, красный предмет, все составляющие белого цвета поглощается в поверхности предмета. Только красная составляющая отражается, и поэтому мы видим красный цвет. Короче, какие лучи отражаются цветом, такие мы получатся, и видим. Вот такое вот научное объяснение. Сначала, Радумы, посмотрим, как мы видим шар, Радумы. Вот, допустим, если стоит глаз, схематический глаз. Человеческий глаз, Радумы. Глаз. Так, вот здесь, допустим, источник света, какой-нибудь фонарик. Вот здесь шар. Значит, что она впихивает? Угол падения равен углу отражения. Свет подается. Ну, как-то нам туда еще тоже, и здесь тоже самое, вот так. Иу, иу, свет. Ну, как-то нам отшар отражается. Вот здесь, Радумы, и самая яркая блик. все понятно так его видно видно все понятно здесь до 1 2 не вернёмся к нашей роды мои грешной земле а почему грешные роды мои потому что у нас роды мои устасуга 85 процентов верующих а верующие роды мои они все роды мои грешные ладно так что значит мы становимся на грешной земле но смотрите вот здесь допустим роды мои космонавт в космосе рисуем космонавт вот он шкафандр роды мои вот эту рука вот туловище вот ноги такие многие у них что-то кривые нарисовал ну ладно вот так значит здесь как он попал то в космос то но у него крылья конечно же у космонавта астронавта на больше как здесь вот пропеллер чтоб летать блин вот здесь турбонаддув с просуночкой так вот здесь солнышко наше красное а вы из роды мои значит земля как на в пехе шар его это такое не забываем что у нас есть атмосфера вокруг земли атмосфера значит солнечные лучи падают вот сюда отражаются и прям в скафандр к этому актеру блин журналисту бессовестному существу другой значит луч падает вот так вот сюда самый краешек и отражается опять туда же ему этот луч сюда вот сюда значит следующий учет сюда хочу отражается вот так вот рисуем и самый крайний вот самый крайний как утра думаю вот это расстояние вода расстояние вот это вот расстояние и вот это расстояние вот они два отрезка который атмосфере это расстояние радума и c вот это расстояние коротенькие расстояние а вот здесь вот Вот здесь тем более короткое, видите, короткое. А. Здесь опять А. А здесь С. Так, смотрите, вот это С. А мы знаем, что белый и зеленый цвет, там, голубой там, никакой там цвет, рассеивается в атмосфере. И только красные лучи. Так вот, красные лучи проникают. Здесь отражаются от земли, матушки родные. И дальше опять. И тут супер красный луч. Супер. С плюс С равно супер С. Супер красный луч. Здесь, радуемые, короткие лучи А. А плюс А равно С. Красный луч будет. Потому что здесь вот за это вот пока на землю летит, рассеивается короткое. И потом здесь уже. И поэтому по-любому, радуемые, всякие зеленые, там, голубые цвета уже только красный луч отражается. Здесь, значит, супер красный, ну, здесь блик, радуемые, блик. И здесь то же самое. С и супер С. Супер С. Это значит, вот этот актер с погорелого театра видит, вот так видит. видит нашу землю матушку, вот он, вот он видит, вот так вот землю матушку, вот она земля. Атмосферу он не видит, потому что она прозрачная. И что он видит? А он видит красное, супер красное, супер красное. Потом видит красное. Вот это, вот это, вот это, супер красное, вот это, вот это, супер красное. Супер красное. Потом видит красное. Вот он видит красное. а вот это рада мои блик обыкновенный рада мои блик вот он вот он потому что атмосфера рада мои вот тут года назад мне один тут образовав ванной впихивал что блика я на луне груди блик то есть и шар он горит от матовой поверхности блика не бывает на земле это рада мои от блик этого мне отвертеться потому что официально наша земля больше 70 процентов покрыта водой раз плюс два раза в год северное и южное полушария покрывается снегом или дом получается рада мои 80 процентов грубо так из 10 раз взглянуть или сфотографировать землю 8 раз будет блик а два раза рада мои розовенькое пятнышко розовое пятнышко поэтому рада мои земля красная из космоса если бы кто-нибудь хоть раз посмотрел из космоса на живущую землю увидели что себя красная а те родом и еще такое знаете как взрыв мозга добавка теперь вы понимаете почему земля планета марс тоже красная это вам взрыв мозга все ставьте на равнике не на равнике пишите отзывы как я вас люблю родные до свидания